Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там у нас сидит Женя. Привет! Мы по вам соскучились, и сегодня у нас традиционные новости в воскресенье. Мы в прошлые выходные ездили в Самару и удивились, насколько круто город изменился в лучшую сторону. Все чисто, культурно, красиво, аккуратно, и гулять по набережной было приятно даже в субботу вечером. Мы сходили в музей Самара Космическая, там такой музей есть классный, ну, Самара же космический город. Мы прогулялись по набережной, говорят, что это самая длинная волжская набережная в России, позавтракали в нескольких ресторанах и еще были в загородном парке. Этот парк у нас находился рядом с отелем. И отель у нас, кстати, был классный, с бассейном и сауной, и называется он Реальянс. Я там прям высталась. Кстати, у нас даже номер был огромный, было несколько комнат, и мы там спали по очереди на разных кроватях. Да-да-да, тот случай, когда номер больше, чем вся наша квартира. В общем, Самара нам очень понравилась, рекомендуем всем съездить, пока еще лето не закончилось. Тепло, хорошо, самое время. А сегодня мы читаем новости вместе с Женей по очереди, и поехали! А вот и я. В Свердловской области рыбаки выловили огромных золотых карпов. Приехали, значит, мужики на рыбалку в Свердловскую область, наловили рыбы. Среди улова попалась очень красивая золотистая рыба, которая называется золотистый карп, или же карп кои, или же парчевый карп. В общем, они получили удовольствие от рыбалки, пофоткались и отпустили рыбу обратно в воду. Не совсем понятно, почему именно они ее отпустили. То ли потому, что рыбалка была платной, то ли они просто и рыбаки-спортсмены поймали и отпустили, то ли просто знают свои аппетиты, поняли, что лишнего наловили и выпустили рыбу обратно в воду. Мне кажется, там в статье, может быть, я другую читала, но как будто бы там было сказано, что они рыбку отпустили обратно, чтобы в следующем году она порадовала снова рыбаков, потому что рыбаков своя культура, они никогда красивую рыбу не будут вылавливать, чтобы ее было больше, чтобы она размножалась, чтобы другие рыбаки могли тоже ее посмотреть. У них же своя вайпс, да, культура. То есть это хорошие такие рыбаки профессиональные, которые не вредят природе и не браконьере. Да, ненавижу браконьеров, конечно. Это мы вырезать не будем. Ладно, я вот, прочитав эту новость, кстати, подумал, что прям очень захотелось на рыбалку. Надо снова в Астрахань. Да. Российские ученые создали новый материал на основе морского ежа для применения в онкотерапии. Новость просто вау. Новость просто вау вдвойне, потому что я и так люблю морских ежей, я их постоянно ем где-нибудь, они очень полезные, в них много йода, и оказывается, вот еще в медицине пригодились. Да, наши ученые синтезировали новый материал из скелета морского ежа, который может сделать огромный прорыв в борьбе с раком. Объясняю. Сейчас для лечения рака часто используются химиотерапия, ну то есть введение в организм препаратов для борьбы с опухолью. По сути это таблетки и уколы, правильно? Ну, по сути да. Эти препараты очень сильные для того, чтобы победить рак в опухоль, они должны быть максимально сильными, и они оказывают влияние не только на саму эту опухоль, но и на весь организм в целом. Получается, что страдают соседние органы, кровь и вот все такое. Поэтому больные очень плохо переносят химиотерапию и долго после нее восстанавливаются. А новая разработка наших ученых поможет доставлять эти препараты непосредственно к самой опухоли и выдавать препарат дозированным в течение 30 дней. То есть страдать будет сама опухоль, а не весь организм в целом. И люди будут чувствовать себя лучше и переносить химиотерапию легче. Очень круто. Вообще не то слово. Стоматолог посоветовал мне чистить зубы до завтрака. Оказывается, все зависит от того, что вы делали ночью. А что вы делали ночью? У вас два варианта. Первый вариант – это жрать. Как раз мой случай, собственно. Второй вариант – все остальные виды деятельности. Так вот, если вы спали или занимались чем-то еще, то зубы лучше чистить после завтрака, чтобы убрать остатки пищи. А если вы, как я, ужас лечащие на крыльях ночи к холодильнику, то зубы надо чистить сразу утром. Но ты, кажется, обманул систему. Кажется, да, я обманул систему, потому что я знаю, что я буду жрать ночью, поэтому я сначала поем, а потом уже иду чистить зубы и ложусь спать с чистыми зубами. Встаю, полощу рот полоскалкой, завтракаю и иду уже спокойно чистить зубы, вот как раз от остатка еды завтрака. Вот такая у меня схема. Пожалуйста, пользуйтесь. Москва, блин. Москва и Петербург вошли в топ городов мира с самой дешевой доставкой еды. Издание True Sharing провело сравнительные исследования в нескольких крупных городах мира. Туда входили не только Москва и Петер, но и другие города, например, Мадрид, Рим, Берлин, Лиссабон и еще там разные всякие. И выяснилось, что самая дешевая доставка еды из ресторанов именно в Москве и Питере. Знаете почему? Потому что ресторанный бизнес у нас в России развит, ну, очень хорошо, и такие доставки пользуются популярностью, особенно в крупных городах. А ты вообще помнишь, как мы жили раньше без доставок? Помню, но, если честно, теперь это сложно представить. Хотя у нас в городе доставки активно начали развиваться только в 2020 году во время пандемии. Мужчина перепутал закуску к пиву с кошачьим кормом и съел его с друзьями. Но это вообще классика жанра. Пришли мужики в гости к своему другу. Гостеприимный хозяин пошел на кухню за закусками. Увидел аппетитные гранулы, от которых еще и пахло креветками и рыбой. Тут в нем проснулся кулинар, и он к этим креветкам добавил соус и лимонный сок. И подал это все друзьям. И вот так и провела группа мужиков теплый, уютный, дружеский вечер с пивом, разговорами о вечном и насущем кошачьем корме. Интересно, а они потом узнали, что они кошачий корм такой вкусный ели? И узнали, он нам сказал? Да, нет, пришла дочка и такая говорит, что вы жрете кошачьи корм. Нормально. Интересно, они дружат теперь или нет? Не знаю. Дачникам предложили бороться с кротами с помощью селедочного рассола. Это новость от наших соседей из Беларуси. Как сказал бы один известный человек от наших белорусских партнеров. Дачники знают, что кроты иногда сильно мешают на участке и вредят урожаю. Хотя вот у моего дедушки есть дача, но кротов там нет, зато там есть хомяки. Да, да, подтверждаю. Сам видел огромные здоровые хомяки, которые бегают по участку. Да, рыжие, черные, всякие раки. Так вот, специалисты сказали так. Чтобы избавиться от кротов, нужно найти хноры, взять рассол от селедки, подойти и налить рассол в эти норы. Кроты селедку не любят и из-за этого запаха долго к участку подходить не будут. Вот в теории кроты же могут адаптироваться. Они сначала убегут, а потом придут уже с алкоголем. С картохом. У нас будет записочка. Да, сразу. Пир. Да. В Орле пройдет кулинарный фестиваль «Бабушкины разносолы». Ну какая красота. Пятницу, 21 июля прошел этот фестиваль. Там участники делились секретами заготовок, проводили мастер-классы по изготовлению соленья, выпечки и варенья. Не знаю, как все прошло на самом деле, но звучит это очень тепло, уютно и по-домашнему. А мне захотелось картошки-пюре с маринованными огурчиками. О-о-о-о. И еще можно грибочки. Ля, что творишь вообще? В России состоится четвертая всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису имени Беляева. Вы вообще знали, что у нас в России проходит такая олимпиада? Вот и я не знала. Она пройдет с 25 по 27 августа в Перми. Там будет несколько чемпионатов, по результатам которых определяют шеф-повара, кондитера, пекаря, фицайло, официанта, сыровара и бармена года. Получается масштабное событие. У меня два вопроса. Во-первых, почему не пригласили нас и кто такой Беляев? Да, мне тоже. Особенно первый. Виктор Беляев около 30 лет был шеф-поваром в Кремле. О как. Кремлевский шеф-повар. Да. Он сделал очень много всего для ресторанной культуры в России. И в ресторанной среде его, конечно, знают и уважают. И он, в принципе, основал эту олимпиаду. Но, к сожалению, он в прошлом году умер. Но его дело будут помнить. И спасибо большое таким людям. Ясновидящая Ахмеджанова назвала знаки зодиака, представители которых плохие кулинарии. Нормальная отмазка, да? Я по гороскопу не умею готовить, поэтому не проси меня сварить себе борщ. Вообще, да. Удобно. Да. Теперь надо подбирать жену по знаку зодиака. Или мужик. А если кроме шуток, то вот они как раз и пошли реальные новости. Так вот, внимание. Если вы или ваш родственник, знакомый, друг или кем бы он вам не приходился, овен, весы или козерог, то он в кулинарии вообще никто. Я, кажется, знаю, что теперь буду спрашивать в ресторанах. А ваш шеф-повар кто по гороскопу? Да, да, да. Ладно, кроме шуток, по моему мнению, это вообще все полная чушь, потому что я козерог, а Юля как раз таки весы. И нам обоим нравится, как мы готовим. Ну, наши друзья тоже говорят, что им нравится. Но я уточню, что я еще и скорпион немножко все-таки. Про скорпионов тут ничего плохого не написано. Ну, а я хоть и нормально как будто бы готовлю, но очень рецепт. Поэтому что-то вроде не сбывается. В России создали биоразлагаемую пленку, продлевающую срок годности продуктов. Наши ученые придумали пленку, которая защищает пищу от бактерий и ультрафиолетового излучения. А именно это обычно и становится причиной порчи еды. Пока что у пленки очень высокая себестоимость, и мы желаем дальнейших успехов в разработке продукта. Какие бананы полезнее, спелые или зеленые? Конечно же, статья набита такими словами, как бета-каротин, витамин С, антиоксиданты, фитохимикаты и так далее. Но главный вывод в том, что и те, и другие бананы оказываются полезными. Зеленые лучше для тех, кто хочет похудеть, потому что в них меньше сахара. Спелые же наоборот из-за сахара придают сил и идеально подходят для еды перед тренировками. Также спелые бананы поддерживают здоровье кишечника и предотвращают запоры. А зеленые способствуют нормализации пищеварения. Как случилось, что наш гастро-канал вдруг стал каналом для тех, кому за 30? Мы почему тут про запоры вообще говорим, интересно? Мы вообще на всей аудитории работаем. Японским фермерам удалось вырастить лимонную дыню. Фермеры в Японии забрали совсем новый фрукт – лимонную дыню. Визуально она похожа на обычную дыню, круглой формы, а вот по вкусу что-то среднее между дыней и лимоном. Интересно, как она будет называться? Линя? Или демон? Демон. Демон вообще клево. Кстати, я вспомнил, как нам в Астрахани рассказывали, как они придумали желтый арбуз, помнишь? Да, кстати, мы же буквально пару недель назад вернулись из Астрахани, и там у них, естественно, много арбузов всяких разных. И они там вывели наш российский арбуз и назвали его «Лунный». О, еще и название какое красивое, я прослушал. Но зато я запомнил, что придумали его для тех людей, у которых аллергия на красный пигмент в арбузе. Позаботились, получается. Да, а их прям очень малое количество, что-то 0,1%. Очень мало, но позаботились. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш Телеграм, там много чего интересного. Всем пока. Обнял.